Интеррадио для вас 7 дней в неделю. Ради передачи наследия я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление моё, преклонил ко мне ухо своё, и потому буду призывать его все дни мои. Наверное, мы все люди, родившиеся в своих родителей, может быть, все мы были в школе, все мы о чём-то мечтали, приходили какие-то годы, и кому-то что-то, когда-то нравилось, когда-то определённая девушка нравилась, девушкам нравились ребята, наверное, ну и, конечно, и свой возраст, и потом учёба, и вот такое у нас всегда было. То есть мы к чему-то стремились в жизни, кто-то как-то устроился, кто-то сказал так, кто-то, говорят, спился, кто-то что-то по-другому поступил, кто-то высоко на коне, то есть громко гремит, а вот по-разному у людей, кого-то осуждаем, как-то сидим сами на таком высоком положении, выше, а кто-то о нас говорит, то есть мы, и проходит жизнь, и постигают у нас разные испытания, у кого-то получается в жизни, у кого-то плохой человек, напарник стал плохим, кто-то хотел быть хорошим, не получилось, кто-то, в конце концов, потерял семью, и кто-то, кто виноват, и разбирается это, люди пытаются в церкви, пытаются найти эти ответы, и всегда кто-то виноват в моей жизни, и сегодня мы также хотим включить, потому что наш родной край, Украину, и, как я сказал, наши родные места, которые люди, которые вроде бы ходят все в церковь, было время, что кто-то говорил, я как католик, это наш храм, и вы отойдите сюда, здесь наши родцы поклонялись, и мы будем поклоняться Богу, и так у них получилось, люди начали строить определенные храмы, люди начали ходить в церковь, но прошли много лет, уже как 25 лет, но мы видим, что ненависть, недоверие, обманы, непонимание, то есть довольно такое положение людей, и знаете, кто виноват в этом, кто виноват, а виноват тот, виноват другой, а мы виноваты в чем-то, нет, мы не виноваты, мы верующие, вот, и, конечно, об этом всегда мы оправдаем свою сторону, помню, когда-то мы ехали через Италию, вот, мы ехали, я помню, вот, как-то там итальянцы принесли нам какую-то одежду, вот, уже потерялись христианские чудо, христианская мораль, каждый хватал вперед, бросался, вот, со стороны, ты смотришь, и я, конечно, всегда это смотрел, и мне ничего не доставалось, и, ржина, ты меня туда не посылай, ну, и прочее, можно было увидеть, как люди расхватывают торты, также приехав сюда, в Соединенные Штаты, вот, помню, как апартменты мы приехав же, вот, в апартмент пустой, вот, американцы привозят нам какие-то вещи, определенно, у нас там много русских было, и, конечно, тоже мне всегда не везет, потому что я всегда приду, посмотрю, и вот, как это все люди что-то хватают, и наши старушки в платочках там явно дерутся за какие-то кастрюли и прочее, то есть, и смотрю по жизни, как оно здесь изменено, действительно ли мы всегда в таком положении, в котором мы говорим, что мы идем в Царство Божье, а действительно ли оно так, или, может быть, действительно мы еще далеки от того, от порядочности, от того, что нам говорит Библия. Сегодня я как-то держал эту тему, и, конечно, мы кого-то хотим, может, осудить или что-то, но написано, что мы все грешны, но все равно стремится человек к чему-то, или кого-то Господь учит. Вот, знаете, прежде всего цель была приехать в страну, где можно жить порядочно, где можно жить честно, где имеешь право исповедать свою определенную веру, которую ты хочешь учить своих детей, вот, и с такими целями ехали в основном иммигранты, наверное, и, ну, прежде всего я благодарю Бога, что такое изменение произошло и в наших местах, то есть поменялся, начались открываться церкви, и до всего времени, конечно, для меня это как-то было непривычно, когда я увидел, что вот прямо на центральной площади, возле драм-театров Тернополя, когда-то там это были все, в основном, как-то улица, где проходили парад, где было, это было величие какого-то, то есть, где происходили парад, там, ну, определенные реча, вот, речали, то есть, где что такое, тут я увидел один раз, идет ко мне прямо диакон с Библией, вот, подмышку, и я первый раз, думаю, настолько это был еще страх, который в советские времена отложился, что для меня это было, я открыл рот, говорю, ты спрячь, он говорит, да нет, мы уже не в те времена живем, я говорю, да как, да ты что прямо идешь, так, но настолько это для нас еще осталось вот в памяти, что это нужно где-то иметь свою духовную или Библию, свою какую-то маленькую, ты должен ее спрятать где-то, чтобы никто не знал, и вот такое вот, ну, для меня это была радость, и действительно, когда, что это я могу свободно пойти в церковь, до сего времени я еще не могу к этому привыкнуть, и как-то вот еще, вот, вот где-то, если я несу Байбл на Украине, или что-то, я ее прячу, то есть, вот, вот этот человек у меня просто, ну, верил в неверующих, потому что я так снова вижу, что, в основном, верующих еще в сумочку положу, да, в общем-то, это осталось, вот, это египетское время, время, когда преследовалось, нельзя было носить Библию. Но сегодня у меня следующая тема, тема, что мы должны были бы стать лучшими, что мы должны были лучше, лучшими, но, увы, какой-то грех пришел. Ну, допустим, наши, наши славяне, они, вот, против однополых браков, они, они будут бить по головам тех людей или прочее, то есть, изгоним таких людей. Ну, какой-то грех пришел в нашу страну, в наш народ, и какой-то другой грех, ну, это уже не тот, вот, вот, ну, какой грех пришел, откуда он вошел, и что это было, откуда этот корень этого, вот, зла или вот этого греха, вот, неправда, коррупция. Вот я как-то узнавал, я говорил, там, вот, что-то там нужно сделать. Да-да, обязательно мы это узнаем, мы пробьем, мы это согласуем, и у меня есть связи, у меня есть, вот, ну, люди, которые там работают, в общем, у меня есть связи. Это я говорю о своих знакомых, которые мне вот предлагали, что это такое, что я их спросил. То есть, о чем мы сегодня будем говорить, как мы повернули или не сумели стоять в эти времена, когда нужно было брать, может быть, землю или какую-то часть земли. Но вспоминается мне еще, когда у нас был небольшой участок, возле усадебный участок, то наш сосед всегда, вот, как-то межа, она называлась деление земли, и он всегда ее чуть-чуть, вроде бы, где-то там, передвигал, то есть, как-то понемножку, и там всегда, вот, были какие-то немножко, может быть, и папа мой более спокойный был человек, но, вот, другая моя родственница, она говорит, да и он не смел, ты смотри, он залез на мою межу, то есть, это было еще внутри, это вот, это еще я вспоминаю. Ну, наверное, вот сегодня мы будем говорить о том, что, наверное, наверное, я думаю, что во многих вещах были также крестьяне, люди, которые участники всяких дел, коррупции, потому что, если пьяница, он пьяница, то его ничего, а вот мы, мы хотим здесь построить, что-то сделать, и я ищу и те мне источники, которые, кто знает там, как вот это в верхах, чтобы вот мне отделить это, купить мне этот малинок или там этот участок земли, и в этом вещах, также, извините меня, участвуют верующие, и довольно, довольно много и сами, да, дайте там, да, сколько надо дать, дадим, и прочее, и прочее. Как вот верующие попадают в такие вещи, ну, и кто-то приезжает сюда и говорит, а знаете, что у меня, у меня там стоянка, у меня там уже куча земли, а я уже там человек, в общем-то, видный, то есть у меня уже там такие успехи. Сегодня мы говорим о людях, которые ходят в церковь, о людях-протестантах, возможно, даже я считаю, потому что все-таки я видел в протестантах более, ну, благородный вид, я не хочу их какой-то, то есть они могут быть, все же я не видел их пьяными, я не видел их как-то вот, ну, на красивых машинах едут, вот, красиво одеваются, вот, вот как-то, ну, может быть, чуть сверха, есть, зависит как молодежь, ну, вот примерно такая характеристика, да и старшие тоже все, вот, ты выходи замуж за богатого человека, а ты женись тоже на такой вот, с приличной семьи, то есть вот такие советы всегда в христианстве, и оно остается. Сегодня я хочу, чтобы мы, может быть, люди, которые находятся на Украине, в России, христиане, которые, может быть, попали в этот грех, попали в эти вещи, которые автоматически затянули людей. Как-то приходит к нам инспектор, хелп-департмент в магазин, и он инспектор проверяет, вот здесь делайте, вот здесь замечание, вот здесь поправьте, вот это, вот это сделайте. Я ему говорю, может быть, вас угостить бутылочкой нашей боржом, или там, вот, угостить? Ну, нет, 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 нет. И, знаете, я уже вот работал примерно 10 лет, и сколько я кого-то не пытался угостить чем-то, но нет, 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 вот, пожалуйста, или уже указ у этих людей. Ну, и просто даже действительно хотелось, просто человек писал, человек работал, какие-то, вот, проверял свои. И, ну, настолько это было, и знаете, и где-то, где-то думаешь, насколько мы, может быть, попавшие в такое вот непонимание. Также помню, работал, вначале, в таком вот кафе предвижном, и американцы, и один американец уже такой на ногу хромает, говорит, ты чего на ССА не идешь? Я не могу, чтобы мой народ, я не могу обирать людей, чтобы мне платили ССА. Да вот ты, коллега, нет, я еще могу работать. Для меня было удивление, американец. То есть настолько человек любит свою землю, чтобы свой, вот, это был человек, который меня, вот, как-то удивил, что нет, я не пойду. Вот, и еще видел многих таких людей. Конечно, со временем, вот, те вот, там лежали столько много материала, строительно, не знаю, с чем связано, или говорят мексиканцы, или кто-то, что-то, как-то, то есть со временем уже смотрю, вот, ставят наверх другое, чтобы не украли эти доски. То есть я говорю, а что это такое? А они говорят, уже здесь кто-то что-то ворует. То есть появилось со временем воровство. Вот что я сегодня хотел говорить, и сегодня рассуждать о грехе, который вошел в наше общество. Мы не любим однополый браков, мы не любим, ну, кого еще, вот, допустим, в нашем крестьянство не принимается. Ну, я говорю, сугубо о тех людях, помните, в Киеве что-то было, да нет, мы тут разнесем всех, или это в Москве. И это, естественно, то есть мы это презираем. Ну, спрашивается, почему наши страны находятся в таком положении, и как выйти из этого греха, или как, может быть, помочь показать этот корень этого греха. Если ты уже вор начал, значит, или тебя уже постиг этот дух воровства. Помните, Иисусу Христу сказал, сатана, поклонись мне, я тебе отдам все богатства. То есть я, с другой стороны, нахожу, что Бог благословил Авраама, Бог благословил Иова, Бог все же благословил, написано, что Бог благословил. И сегодня вот эта тема, которая, конечно, для наших славян, она довольно, знаете, такая серьезная тема. Почему? Потому что, знаю, одна женщина, она приехала, ей дали СССР, она сейчас спать не может, она носит пачку денег, говорит, нас собирала, я боюсь, что мои внучки меня не обобрали. То есть она уже, может, с возрастом уже, но она не спит спокойно. Человек, который дали СССР, который славил Господа, но она сейчас постоянно эти деньги прячет. То есть примерно вот такое вот состояние. И, наверное, не только одно ее. То есть многие люди наши попадают в такое что-то, откуда вот этот дух... Богобоязненная женщина, она платочки ходит, человек верующий. Сегодня я хочу вот это место все же подметить. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но усветили самостояние своих, и мрачилось несместное сердце их. То и предал их Бог похотям сердец, сердец их нечистоте, так что здесь оскоренили сами свои тела. И здесь еще. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному ему делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, всякой неправды. То есть стоит прежде всего неправда, следующий стоит блуда, следующий стоит лукавство. Но первый стоит так, что они исполнены всякой неправды. И часто люди говорят, вот с верующим что-то делать очень опасно. Лучше кто-то сказал, я уже лучше буду делать с неверующим. И спрашиваю, как так? Человек верующий был, но он может кинуть человека, что люди уже решают даже лучше делать, иметь дело с человеком неверующим. Что точно он курит, он выпьет 100 грамм, но точно не подведет, не обманет. Ну, наверное, Юрий Иванович будет говорить слово. Почему это так? Вы, пожалуйста, начнете. Лучше дайте Михайловичу, потому что я на эту тему буду говорить долго. Да? Потому что, да, потому что я... Но мы все равно... Во-первых, богословская точка зрения на это место. Второе, я хотел бы потом говорить о своем родственнике. Почему? Потому что это сегодня дьякон одной церкви и пастор другой церкви. И во время Советского Союза получилось так, что, когда он был неверующим, с ним его закрывали. То есть он приходил пьяный на работу, прогуливал, его закрывали. То есть ему ставили эти самые... Что он работал, все было нормально. Но он был доверовец, то есть дитё верующих родителей. И за него молились родители, просили у Господа, и Бог дал ему покаяние. И когда на работе узнали, что он покаялся, его сразу выгнали с работы. Потому что шахта была передовая, все, люди зарабатывали хорошо. И лично он мне рассказывает. Говорит, не успел я шахты дойти домой. Уже позвонили мне домой и сказали, Сережа, у тебя что, работы нет? Ты можешь работать с нами. И говорит, я еще не успел домой дойти, уже был этот звонок. Уже мне сказали, я перезвонил. И люди предложили мне работу, верующие. То есть верующие в то время были другими людьми. В результате он мне сам лично рассказывал, я начал работать с ними. Я получал не меньше, чем на шахте. Я научился строить, и я потом сам построил себе дом. Другими словами, солидарность верующих в одно время была очень сильной. И я работал на шахте, и мне многие неверующие люди говорили, вот смотри, вот у вас солидарность. У вас не дадут пропасть человеку. Если человеку плохо, ему помогут. Его поднимут. Ему помогут подняться. Потому что вы не зря называете себя братьями и сестрами. Это была реальность. И вот Михайлович не даст мне обмануть, потому что это было тогда. Все меняется со временем. И место, которое вы читали, оно очень интересное с богословской точки зрения. Почему? Оно показывает нам, для чего нужна проповедь Евангелия. И Павел, когда говорил о римской церкви, он говорит, что я не боюсь благоествования Христову, потому что она есть сила Божья. К чему? И называются четыре важные вещи. Первое, к проповеди, то есть к свидетельству о Христе. Другими словами, о перемене. Второе, о оправдании. Третье, о наказании тех, кто извращает Евангелие. А извратить Евангелие сегодня извращается оно очень часто. Когда к работе Христа люди добавляют свою работу, свои действия, свои поступки, как говорится, свое добро. Хоть, извините, на кресте Иисус страдал, никто Ему не помог с людей. Абсолютно. Он это делал сам. И третье, почему, то есть четвертое, потому что показывает, почему оно нужно, то есть деградация человечества. Люди, имевшие познание, люди, имевшие связь с Богом. Вот это очень важно. Имевшие связь с Богом, они не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили. Но дальше пришла суета. Дальше пришло что-то то, что не давало человеку хорошего. То есть на сердце пришел мрак. И вы знаете, когда приходит мрак, тогда начинается что-то. И написано, и предал их Бог. Другими словами, когда вот эти первые вещи, люди, которые знают Бога, они не прославляют Его, как Бога, но приходит суета, приходит омрачение, наступает второй этап. После второго этапа наступает третий этап. И четвертый этап этого падения. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но не только делают, но и делающих оправдают. То есть это деградация, лесенка деградации человечества. И мы сегодня видим что-то наподобие этого. Я не знаю, как это объяснить, почему это объяснить. Но мы сегодня видим то, что люди верующие, верующие, которые когда-то были примером, я сегодня, например, в Америке, я боюсь, например, сказать людям, что я верующий. Один из моих друзей, Славик из группы, Михальчук, не помню точно фамилия, он рассказывал случай. И он говорил о том, что когда он сдавал на гражданство... можно, держите место. Да, пожалуйста, мы слушаем вас тут на линии. Брат Вячеслав, мы же вдвоем не можем говорить, или... не, не, но мы слушаем вас. Ну, тогда пусть они наушники оденут, чтобы слушали. Мы одели, одели, да. Спасибо. Брат Вячеслав, брат Юрий и брат Николай, я рад приветствовать вас. Извиняюсь, что я вас перебил, но у меня, но у меня есть небольшой такой городской вопрос. Вы знаете, у нас, у нас в горшке есть труженик Сергей Ванилов. И вот с ним что-то произошло, он лежал в больнице, за ним упалились. Может, вы как братья, вы с разной конфеттой. Может, что-то можете сказать об этом братья, продолжают, или кто-то молится за него, или же... Вот такой вот у меня вопрос к вам. Я извините, у нас новостной кампании нету, но вот к вам решил задать этот вопрос. Буду слушать вас в эфире. А что с ним произошло, Михаил Павлович? Николай Михайлович, ну он позвонит, но, по-моему, он сейчас... Я тоже еще не знаю состояние его, но заболел человек. Он сильно заболел, я тоже слышал, и что на нервной почве что-то у него случилось. Но это слухи, и я слухам никогда не верю. Я хочу знать с первых уст, что произошло. Он пастырь, да? Да. У меня живут во дворе люди, которые ходят к нему в церковь, и действительно что-то с психикой, что-то с головой... Нет, ну что-то паралич, я так слышал. Он что-то позвонит. Но мы по-любому, знаете, надо... Мы будем... Все же, дорогие радиослушатели, пастор Сережа Иванилов, болеет, я тоже знаю. И все-таки мы должны, конечно, помнить, если брат напоминает, то, пожалуйста, вспомните, чтобы Господь, знаете, помог, пастырю. То есть тяжелые времена проходят, наверное, и дом... Просто, чтобы Бог посетил этот дом, Бог исцелил, дал откровение, дал понимание, дал помощь. То есть когда мы будем это молиться, Бог тоже слышит наши молитвы. Надо знать предмет, что там произошло. Потому что слухи, это знаете, слухи, это бывает из мухи делают слона. Продолжайте. Продолжайте. Ну, я немножко сбился с мысли, но попробую как-то словить эту мысль. и просто я сегодня не знаю, что делается с людьми. Что делается с людьми. Я уже говорил, что я сегодня в Америке боюсь кому говорить, что я являюсь верующим человеком. У нас с группы один брат проходил собеседование на гражданство. Ну, он быстро прошел, и женщина, которая принимала у него, она попросила пару минут просто поговорить с ним. И когда он сказал, что он верующий, она немножко так нехорошо улыбнулась, и он у нее спрашивает, а что, что-то не то. Она ему говорит, знаете, мы вас ждали, мы вас ждали, как людей, которые что-то смогут сделать в Америке. Но сегодня понятие славяне верующие, это очень нехорошее понятие сегодня для американцев. И когда я позвонил на Украину, мне тоже говорят, на Украине то же самое сейчас. Я удивляюсь, я развожу руками, господи, что произошло. Люди, когда мы на Украине говорили, что мы верующие, ну извините, там начальство чуть руки не подставляло в одно время. У нас был директором шахты, человек очень умный, потом он стал генеральным директором объединения, Гачачка Леонид Васильевич. И что интересно, он однажды нам сказал, говорит, ребята, если мне дана была власть, я взял бы только верующих людей на работу, только. Потому что я знаю, вы не пьете, вы не курите, на вас можно положиться, вы всегда честно делаете свою работу. И знаете, это услышать было из уст этого человека, это было что-то, это была, ну, одна из высших похвал. Почему? Потому что шахта на то время наша гремела по всей Украине, по всему Советскому Союзу. Он старался убрать шахты всех пьяниц, алкоголиков. И вы знаете, получалось то, что верующий человек, верующий человек был авторитетный, верующий человек был признан как хороший рабочий. Кто-то нам звонит и стоит на линии, по-моему. Да, пожалуйста, говорите. Да, да, брат Вячеслав, спасибо, драгоценный. Брат Вячеслав, меня удивил ваш ответ, конечно. И брат Николай, и брат Юрий, и вы, вы, как говорится, в городе как показатель. И вы что, нигде не обращаетесь среди... Вот сейчас брат Юрий нам рассказывает, что было 20 лет или 30 лет назад. И мы многие об этом знаем. А вот о брате Сергея Иваниловича мы не знаем. Может быть, даже стоит тогда дать людям, чтобы они кто-то позвонили вам и сказали, еще что-то. Надо делать в городе что-то. А то мы в городе не делаем там, где живем, а летаем в облаках. Прошло 30 лет уже. Все знают, что было давление. Ну, извините за... Михаил Павлович, я извиняюсь, вы бы проще сказали в двух словах, что с ним произошло. Ведь о всем Сакраменто знать невозможно и о всех. Можно знать с теми... о тех, с кем общаешься, с кем контактируешь часто. Ну, допустим, если говорить мне о брате Иванилове, я его два раза в жизни своей, за 13 лет моего проживания в Америке, я его два раза видел и разговаривал с ним. Я хочу, может быть, вступить немножко, сказать о том, что пастор брата Иванилов, он, ну, заболел, знаете, бывает, человек берет инсульт, да, человек заболевает, и вот, ну, инсульт взял, а что ты сделаешь, да, это может быть с любым произойти. Ну, от этого никто не застрахован. Да, ну, поэтому, что здесь можно сказать еще, да, да, братья там посещают, там, все, помогают, как могут, и все идет, и что тут, как говорится, вот, о чем разговор, да, все мы болеем, все происходит болезни, с каждым, и от этого никто не застрахован, абсолютно, поэтому, конечно, это, прибыль, подносить, как какая-то, вот, что-то такое, как новость какая-то, ну, это не, ну, это, как вам сказать, ну, есть какое-то понимание этики, да, то есть, человек заболел, все молятся, то есть, в христианской среде это молитва, в первую очередь, ну, и какая-то помощь посильная, которая и делается со стороны братьев, которые помогают этой семье. да, Игорь Викторович, вы правы, никогда не надо из чего-то обычного делать какие-то, такие ужасные выводы, никто из нас не застрахован. Каждый из нас может сегодня ходить, завтра ляжет и будет лежать поленом, бревном накрывать что вот именно свобода или какие-то поменялись другие ценности. Можно несколько минут, потому что я знаю, что остальное время будет Михайлович говорить. Вы знаете, очень важная вещь, это то, что мы слышим с кафедры. Я снова обращаю на это внимание. Если нас учат тому, что Бог у нас панибрат, ну, извините, эй, брателла, Бог, привет, ногами двери открыл молитвенного дома, привет, Бог, я пришел. Извините, такое вот нас отношение с Богом и будет. Если учат серьезным отношением с Богом, учат, кто является Богом, учат о милости Божьей, учат о благодати Господней, учат о том, что Бог, как Отец, Он может, как говорится, и благословить, но, извините, и витаминчик Р взять. И мы видим, что люди, которые принимают Бога серьезно, они серьезно относятся к Нему. Если они принимают Его как панибрата, извините, при панибрате можно сделать все. Просто вот то, что я хотел как бы заключить. Что сегодня? Если мы сегодня говорим, что Бог у нас есть, ну, как друг, товарищ и брат, и все остальное с этим связано, и с другой стороны мы видим, что Бог является библейским Богом, потому что Он и ведет, Он и учит, Он и наказывает. И снова же, если это говорится, это говорится, если мы говорим что-то, понимаете, семь бочек дыма, которые летают в воздухе, извините, и люди будут поступать так же сам. То есть пришла свобода на Украине, и мы почему в этой передаче сегодня рассуждаем, может быть, сегодня нас слушают с Украины люди, которые, может быть, мы участвовали в каком-то грехе, может быть, в той же самой коррупции, может быть, мы тоже, сейчас мы говорим, мы боремся с коррупцией, мы боремся с бандитизмом, а может быть, если бы народ вышел бы, допустим, в той определенной области, сказали, дорогие, если вот такой человек ходит здесь, вот на рынке, и там берет какую-то дань, или там что-то обирает, как-то, или это просто все были в страхе, или такое время было, ну, или вы видите, что, может быть, верующие мало участвовали в каких-то нехороших делах, потому что, просто невозможно, потому что я знаю, что было действительно время бандитов, такое время, что они обирали людей, то есть они явно поддерживали с кем-то, и, может быть, народ ничего не мог сделать, Юрий, как вы это оценили, просто, оно было, и оно и есть, вот буквально дня, 3-4 назад мне позвонили, моя дочка позвонила, и сказали, что у нас в городе был, ну, хороший зубник, зубной врач, и его сын, зубной техник, ну, у них была постоянная очередь, потому что делали хорошо, делали качественно, делали хорошо, я не знаю, как через бронированные двери пролезли к нему домой, его связали, его поливали кипятком, это буквально 3-4 дня назад, сохранен? не, на Украине, на Украине, в Нововолынске, пока он не отдал все, извините, друзья, это зверство, это зверство, и как-никак, эти вещи есть и сегодня, сегодня та же самая, коррупция есть, хоть мы сегодня говорим, что на Украине там, извините, что-то, мне сегодня звонит, говорит, за такие вещи, что, извините, про Януковича вообще такого не было, хоть я Януковича недолюблю немножко, за то, что он делал. Дорогие радиослушатели, конечно, мы люди верующие, но, если вот такое происходит в нашем городе, или в этом, допустим, Новолынске, во Львове, в Украине, там, в других городах, как должны на это реагировать верующие? Они должны стоять за эту истину, или стоять, смотреть, чтобы такие люди недобрые делали такое зло? То есть, почему в этом городе все же кто-то знает об таких людях, и какими-то путями, или какой-то страх, или какие-то, или власть, я не знаю, но как должны быть сами крестьяне? Меня не интересует, православный вы, протестант, но вы верующий, ищущий правду. То есть, как быть этим городом? Что вы скажете? Хорошо. Михаилыч, извините. Пока вопросы адресуют мне. Вы знаете, я знаю одного пастыря на Украине, это пастырь с Запорожья, он когда-то был с Ровенской области, Толик Трачук. Человек, который пережил воскресенье мертвых, потому что, ну, была ситуация, когда он въехал своей машиной в автобус, вышел с машины, чуть-чуть прошел, упал. Когда его привезли в больницу, врачи, ну, поняли, что он уже все, отключили от него аппараты, но он пару минут лежал, а потом начал, как говорится, двигаться. Но что интересно, он тоже был бизнесменом. И вот эти ребята пару раз наезжали, 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 а он был человек, который знал о Боге, знал Бога, и он им конкретно сказал, ребята, сегодня, в этот день, я предаю вас в руки Господней. Все. Пожалуйста, пусть ваши жены не приходят ко мне, пусть они не просят меня, я вам говорил, я вас спросил, вы не послушали, я предал вас в руки Божьи. Все. И говорит, один за одним, вот эти, как говорится, ребята, бритоголовые, одного посадили, одного убили, одного где-то отлупили, так что отбили, все. И жены начали прибегать, Толя, помогай им. Он сказал, ребята, я сказал им, ко мне не приходите, они в руках Божьих, все. И после этого они от него отстали. Да, дорогие радиослушатели, конечно, сегодня может быть передача, почему? Потому что мы есть лавяне, мы с этого народа, и мы болеем, знаете, болеем, что-то мы берем здесь, берем в этой культуре, в служениях, что-то, ценные, какие-то ответы, но все же мы хотим, наверное, принести, я, конечно, не знаю, потому что наши дети уже американцы, они вот уже, их английский уже родной язык, и мы уже, получается, мы их, мы хотим и не хотим со временем, конечно, но если Господь нам дал возможность в этой стране жить, ну, все равно у нас вот такое вот волнение есть о своем народе, и мы хотели бы, чтобы было и там прекрасно. Николай Михайлович, ну, давайте вы попробуйте комментировать те вопросы, то есть вот такие мысли, почему все же за такое время вот такое постигало, постигло наш, вот народ постигает это как и Украину, и так и Россию, и там люди православные, и там люди идут в церковь, а вот такое вот нехорошее действие, или коррупция, ее назовешь, неправильно делим что-то, или мы действительно алчны на все, все бы забрали, или у нас такое из всех свойство, как вы считаете? Спасибо, Вячеслав Степанович. Мир вам, дорогие радиослушатели, телезрители. Уже к концу передачи. Большое спасибо. Ну, я открываю устав впервые. Ну, что удивительного, мы приехали из первой на планете Земля страны или государства атеистического, безбожного. мы приехали с той страны, где о Боге вообще, вот многие говорят, из нас свидетельствуют, ничего нельзя было сказать, как только сказал, и начинает полосовать вдоль и в поперек. И бьют, и бьют, и пинают, пинают до тех пор, пока или дыхание не выйдет, или пока мы забьемся куда-то в уголочек, и нас никто не видит и не слышит. И мы сидим, как крыса где-то. Разные обстоятельства были у нас в Советском Союзе. Разные обстоятельства были у евреев, которые жили в период Моисеев, в период Моисеевого Закона, которые жили уже после того, когда он отошел в вечность. Посмотрите, что творилось с народом израильским, которого Бог вывел через Моисея из страны пленения из Египта. Вы посмотрите, как издевались над ними. Что творилось там? Убивать могли кого угодно. Моисей вступился. Тот пытался, наверное, защититься или еще крыситься. Он его ударил и тот духи испустил. О чем это говорит Вячеслав Степанович? В Слове Божьем сказано, что под небом ничего нет нового. мы говорим, что это новое что-то, но мы не знаем, что было в те времена, когда нас еще не было на земле, когда мы не были еще даже и в проекте. И все, что происходило в дни Адама и Ева, Еноха, в дни мужей Божьих. Посмотрите, почему последний, первый мир Бог вынужден был истребить потопом. Почему? Потому что то, что творилось тогда, оно сегодня повторяется вот и в нашей Калифорнии. И лесбиянство, и мужеложство, и гомосексуализм, и всякого рода переверзий, извращения. Мы же знаем, что в книге Откровения Иоанн Богослов говорит, знают твои дела. Говорит, и одной церкви, и второй, и третьей, и четвертой, и Ладикейской церкви, говорит, ты не холоден и не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты не холоден и не горяч, а тепл, то что я сделаю? Изверну тебя из уст моих. Вячеслав Степанович, давайте я прочитаю Слово Божье из книги Амоса с восьмой главы. Послушайте. «Такое видение открыл мне господь, говорит, Амос. Господь Бог открыл ему. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал Господь, что ты видишь, Амос? Я отвечал, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, пришел конец народу моему с большой буквы народу моему верующим дитям Божьим, народу израильскому евреям. Пришел конец народу моему с большой буквы. Не буду более прощать ему. Как вы думаете, Вячеслав Степанович, такие слова, такое состояние, такое ужасное, что комом называют в горле стоит у Господа. И он говорит о народе своем Израиле, о возлюбленном избранном народе. Не буду более прощать, все, финиш. Вы думаете, те времена были лучшими, чем наши, или наши, лучшие или хуже тех времен? Вячеслав Степанович, это болезнь всего человечества. Вы думаете, не зря были сказаны слова горя, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени? в сильной ярости ужасный обманщик, ужасный плут, ужасный лжец, ужасный мошенник, ужасный лицедей и ужасный человекоубийца. Столько, сколько он уничтожил детей божьих, существ, которых Бог создал по образу и подобию своему, наверное, никто никогда в истории всего существования, мироздания, которое существует и галактики, и миры, и планеты, не было такого узурпатора и ужасного лицедея и губителя. Посмотрите, каждое столетие сколько миллиардов людей идет туда, откуда никогда не выйдут люди. Я уже говорил, дорогие братья евреи, ведь надо серьезно размышлять над тем, что сказал когда-то Христос. Никто не может прийти ко мне, к Отцу, как только через меня. Давайте-ка мы поразмыслим своими головами, давайте мы помыслим, глубоко помыслим. Мы хотим без Иисуса Христа? Без Иисуса Христа нет Отца Небесного. Без Иисуса Христа нет жизни вечной. С момента, когда распили Иисуса Христа и когда Он воскрес из мертвых, сколько миллионов, миллиардов, может быть, евреев ушло туда, откуда нет возврата. А ведь это серьезно. Никто не может прийти к Отцу. Ни одного на планете Земля человека нет, кто бы мог войти к Отцу и быть с Ним в вечности. Проще говоря, это очень серьезно. Сатана специалист, как переворачивать мозги на 180 градусов людям. Николай Михайлович, мы все христиане, мы все верим в жертву Иисуса Христа. Да не все. Вот в том то же дело, мы не берем христиан только во внимание из язычников. Вячеслав Степанович, мы не берем христиан из язычников. Мы говорим о тех, кого так пинали во все века, начинает Авраама и кончая вот днями Иисуса Христа и после кровь его на нас и на детях наших. Что вы думаете, это праздно были сказаны эти слова? Почему так преследуют и гонят и пинают этих бедных евреев? Сколько их есть? Это горсточка вообще их есть малое количество по сравнению с народным населением планеты нашей Земля. Как они живут? Как они мучаются? Сколько их бьют? Сколько их душат? Сколько их презирают, убивают? И это что, думаете, случайно? От христианом своим? Так же, как и среди православных, и католиков, и лютеран, и адвентистов, и баптистов, и пятидесятников, и харизматов, есть много искренних людей, во всяком народе, боящихся Господа, и поступающих по правде его, приятен ему. Но вот грех, вот дьявол, вот то, что мы избираем, ах, как хорошо там, ох, какой хороший путь, там и играют, и поют, и пляшут, и все делают. Вот это путь, наверное, хороший, а ведь это пути гибельные. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их какой? Смерть. Вечная погибель, вечные муки с дьяволом, с ангелами его, в аду, в озере горящим огнем и серым. Это смерть вторая. Но смерти у человека не может быть. Почему? Потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Если человек создан по образу и подобию Божьему, он никогда не может умереть, так же, как и дьявол, как и ангелы. Мы имеем тела, не только физические, но и духовные. Духовное тело, это есть та основа, которую невозможно убить, невозможно сжечь, невозможно истребить, невозможно ничего сделать. Рыбы проглотят, а этот духовный человек будет жить во веки веков. Физическое тело проглотит, а духовная часть, основа, сердцевина человека. Вот этот храм, который есть в каждом из нас, он будет жить во веки веков. и придет время, когда эти косточки, вот о чем говорят пророческие книги Ветхого Завета, и увидел я поле усиленное костями. Их было в такое множество, ужасно, сколько их было. Поле все было усилено этими костями. И каково состояние этих костей? Они были иссохшие, они были безжизненные, они уже распадались, разлагались. И вот Господь дает повеление. И вдохнул Господь дух в эти кости, они зашевелились и начали между собой среди великого множества, их может быть миллионы, миллиарды этих костей было. Они знают, где, какая кость, куда, какой прилепиться, как начать облекаться кожей, плотью. Есть вещи, которые трудно нам даже осознать. Наш ум очень совершен, наш ум очень благословен. Если этот Бог, убогий ум направление имеет, возрастает, если он возрастает в растлении, в ничтожной жизни, в воровстве, в убийствах, в прелюбодеянии, во всякого рода мерзостях человеческих, он, конечно, не есть ум. Это ум, который перевернут дьяволом на 180 градусов. Можно еще такой вопрос. Я вот знаю двух человек, один человек, который вышел, молодой человек, с тюрьмы, тоже как-то неправильно себя вели, и у них ребенок погиб, то есть отдохнулся, оставили сигарету, он был какое-то время в тюрьме, сейчас он пришел, я смотрю, он стал другим, он говорит, я полтора года отобился от сигарет, не мог их не курить, и от наркотиков, я сейчас свободен, то есть он пришел на свободу, и другой человек сделал, с русских наших, сделал какое-то серьезное преступление, дали ему большой срок, и как-то мама, то есть дочка его говорит, да знаете, мой папа уже читает Библию, он уже молится очень-очень крепко, то есть он находится в тюрьме, то есть был человек, чуть не убийца, то есть был, а тот делал свое преступление. Как вы считаете, Юрий, это как считается, люди, может быть, должны были даже погибнуть, потому что там была месть, то есть Бог не дал, чтобы он друг друга убил, а вот Бог посадил его в тюрьму, то есть пришло этим людям покаяние, ваше мнение? Вы знаете, в Библии есть очень хороший аналог примерно такой ситуации. Был человек, который убежал от своего господина, он был рабом, он пробежал в Рим, потому что в Риме можно было раствориться легко, но и в Риме он сделал какое-то, но не сильно большое преступление. Его посадили. Это был Анисим. И вот когда он сидел в тюрьме в Римской, он познакомился с одним человеком, видно, они где-то или сидели, или что, тот о чем-то говорил. Он говорил о том, о чем Анисим никогда не слышал. То есть это был апостол Павел и человек, который проповедовал Евангелие. То есть проповедовал выход из того положения, в котором есть человек. И Анисим принимает это в свою жизнь. Смотрите, ни где-то, ни у своего господина, ни в Риме в тюрьме. Другими словами, тюрьму мы часто равняем из пустыней. Почему? Потому что это пустынное место, где человеку тяжело. И такие места часто бывают местами, в которые Бог начинает говорить человеческому сердцу. И когда человеку трудно, кому он называет? К Богу. И в данном случае мы видим Анисим последствии. Это стал один из соработников апостола Павла. Я знаю много ребят, которые проходили с мест не так уж отдаленных, то есть тюрем, которые покаялись, и сегодня они служат Господу. Почему? И вы знаете, они сами говорят, если бы не тюрьма, я не знаю, что было в моей жизни. Меня б или убили, или я что-то сделал бы, но меня бы уже не было. Но именно там, именно там они пришли к Господу, именно там они покаялись, и именно там Бог вложил в сердце их, чтобы они трудились на небе Господней. Один из них был мой друг Володя Березницкий на Украине, два года назад он умер, уже его нету. Это был человек, в доме которого все бездомные дети находили приют. И каждому он имел хорошее слово, и с каждым он имел работу. И у него в семье было двое усыновленных детей, то есть одна дочка своя и двое усыновленных. То есть он пострадал, был в тюрьме, человек пришел в тюрьме, и такое изменение было в этом человеке, настолько уже были платы видны. Может быть нам нужны какие-то потрясения, может быть как мы люди еще как-то вот, ну конечно нам всем нравится удобство, и нам тяжело жить. Конечно Николай Михайлович, я вот где-то даже вам говорю, как там Николай Михайлович может жить среди таких людей нехороших. А вы говорите, вас Бог поселил туда. Вячеслав Степанович, дело в том, что я уже приводил пример, я посадил несколько лет садик у себя в огороде, и у меня есть дерево такое, которое год, и оно приносит по одному только яблочко. Огромное дерево, большое. Я думаю, боже, что это такое? В прошлом году одно яблочко, и сейчас одно яблочко. Какой есть выход для того, чтобы бесплодному дереву начать плодоносить? Возьмите из такого хорошего дерева маленький кусочек, отрежьте, и прищепите в это деревце. Вы знаете, вы будете поражены. Пройдет короткое время, и там начнутся совершенно непонятные вещи. Начнет плодоносить это дерево. Так помещает нас Господь в обстоятельства. Посмотрите на Навуху Данасар. Какие ужасные условия. Он где находился? Ни одного человека поблизости не было. Шакалы. Были там вот эти звери, всякие птицы, все, змеи. И он стал иным человеком. Когда горе больше, чем ближе, чем больше горе, говорят, тем ближе Бог. Слышите? Вот когда нашему бестолковому разуму приходит разум, мысль, когда нас сжимают обстоятельства, и нам ни вправо, ни влево, в угол зажатый, дальше нет хода. Туда нельзя, туда нельзя, туда нельзя, туда нельзя, все, что? Господи, ты у меня один есть, если ты есть, Господи, дай мне увидеть твою помощь, и если я увижу твою помощь, я буду жить для тебя. Вот когда меняется целенаправленная полоса жизни человека, когда его уже обстоятельства, а значит демоны, дьяволы, нечистые духи припирают. Я уже говорил, Вячеслав Степанович, когда человек уходит на кривые пути, Бог оставляет его. Дух Святой живет в моем храме до тех пор, пока я живу святой жизнью, чистой, святой, непорочной. Как стоит только в уста мои, или мысли мои, или глаза мои увидят что-то, что-то такое, что прелестит мое сердце, духа нет в моем сердце. Свято место пусто не бывает. Если Дух Святой оставляет, тут же демоны сразу его оккупируют. И для такого бывает последнее хуже, чем первое. Лучше бы было такому человеку не познать пути правды, нежели познавший пути правды, как вымытая свинья идет валяться в блевотине своей. Так и эти люди, которые познали Господа и ушли, сами себя отстранили. Отстранили из своего храма сердечного, Бога Духа Святого. Он ушел, потому что у него не может быть ничего общего с грехом, с дьяволом, с нечистотой, с беззаконием. Там, где грех есть, там никогда не будет место Богу. Там, где есть чистые мысли, там Господь. Это прямо пропорциональная зависимость и обратно пропорциональная. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, телезрители, пусть Господь благословит каждого из вас. Пусть Господь благословит каждого из нас и наших детей, и нашей семьи, и наших жен, и наших родственников, близких и далеких, и наших соседей, и окаянных ненавистников, которые приходят в дом мой и каждый день, как только я ухожу, обшалют, все повытягивают, что можно. Доходят аж до трусов. И трусы из холодильника тянет. Все, что только глаза видят, чтобы досадить мне. Но я же знаю, что это не он делает. Бедный он человек. Доброго, которого он хочет, не делает, а злое, которое не хочет, ненавидит, делает. И так, если он делает то, чего не хочет, то уже не он делает то, а кто? Живущий в нем грех. Пусть Господь благословит нас. Дмитрий Николаевич, скажите, свой телефон. Я знаю, что вам очень многие люди звонят, но если вам Бог дает служение, чтобы с людьми общаться и молиться за них, вместе, как что-то нестить, скажите, свой телефон. Вячеслав Степанович, дело в том, что они излагают просьбы, и они хотят слышать ответ по радио и по телевидению, а у нас с такой возможности нет. Поэтому я не всегда даже... Мне неловко. Я даю, почему? Я дам. Но дело в том, что нам как-то надо будет молить Господа, чтобы мы на многочисленные звонки, многочисленные вопросы, многочисленные просьбы мы могли бы ответ давать. Мы будем молиться, дорогие радиослушатели, телезрители. Поймите, я не всемогущ, и я не располагаю возможностью, чтобы распределять время. Я бы с вами общался по пять, по шесть, по восемь, по десять часов. Без перерыва, без передышки, нет проблем. Но я лимитирован. Вот если бы Вячеслав Степанович не внес какую-то энную сумму, значит, я бы не мог быть с вами в радиотелефире, к примеру. Вот так и в жизни нашей. Много есть того, что от нас не зависит. Но молитвы ваши многочисленные, ваши просьбы, ваши желания, Господь слышит, и Он отвечает. У Бога нет неразрешимых моментов и вопросов. Он есть всемогущий Творец, Создатель всего живого, движущего и существующего. Мой номер, код Сакраменто. 916-233-79-62. Благослови вас, Господь. А сейчас мы коротко помолимся и простимся. И до завтра. Завтра у нас будет по Тихоокеанскому времени радиотелефир. Тоже час с 3 до 4 вечера. Дня, по-моему. Это днём получается. Это уже вечер. Дорогие радиослушатели, вот заканчиваем нашу передачу. Вот вы нас сегодня слушаете. И всё же мы говорим, что Господь силен всё-таки вывести с любого положения. Даже в каком находится положении. Кто вы есть? Если вы осознаёте, что что-то вы не так, или скажите просто Богу, что ухажи мне путь, я, вы знаете, и он всё время помочь. Помоги мне, Господь. Куда? Кому мне идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Кто сказал слова эти Иисусу Христу? Помните? Да, да. Пётр. Кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Наша жизнь, наш выход и решение всех неразрешимых для нас вопросов, дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели, Господь, всему ищи Бог, воззови ко мне и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, сказал Господь. Помолимся. Дивный Господь, как благодарны мы тебе за день проживки, за этот вторник, который уже склоняется к вечеру, за прекрасную погоду, за птички, которые поют, Господи, в наших садиках, на нашей земле, за эту, Господи, радость общения с ближними своими. Как радостно, Господи, ощущать, что Ты посылаешь нас к многочисленному количеству слушателей и телезрителей. Ты даешь нам возможность совершать ту встречу, о которой мы мало имеем представления. Благослови весь контингент уважаемых наших телезрителей и радиослушателей, братьев и сестер, верующих и неверующих, юношей и девушек, отроков и отроковиц, старцев и старец. Распустите нас миром. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будьте благословены, Господь, со всеми вами. Мы молимся вас и нуждаемся в ваших молитвах. Я чувствую, силы уходят, земля из-под ног бежит, и разум пленяют различные мысли, душа дрожит. Назад оглянул и много Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»